Всем добрый вечер, приветствуем вас на 17-й встрече IT Talk. IT Talk это открытое IT-сообщество участником, которого может стать каждый, прислав нам свою заявку. Оно инициированное командой DataArt. Мы говорим здесь на IT-шные и около-IT-шные темы. Сегодня мы поговорим про кухню email-маркетинга и нам о ней расскажет замечательный спикер Алена Миллион. Попрошу Алену к микрофону. Здравствуйте. Я хотела бы вам рассказать коротко о себе, кто я. Ранее я возглавляла отдел маркетинга большого интернет-магазина. Потом, работая там, поняла, насколько эффективен email-маркетинг именно для продаж в Украине. И поэтому начала заниматься профессионально именно email-маркетингом. Потом я работала в сервисе рассылок Unicenter, возглавляла отдел маркетинга, потом отдел обучения. Сейчас я занимаюсь своим собственным проектом в области консалтинга по email-маркетингу. Но мне хотелось бы, так как нас немного, чтобы сейчас каждый из вас назвал свое имя, рассказал, где учится и не работает, и что хотел бы получить от этой встречи. Соответственно, я постараюсь максимально удовлетворить ваши запросы и дать вам то, для чего вы сегодня пришли. Давайте начнем с вас. Хорошо, спасибо. Кем работаете, Владимир? Маркетолог? Понятно, спасибо. Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте все, меня зовут Алина, я тоже работаю с Владимиром в компании Купить Вместе. Я интернет-маркетолог, и мы недавно решили внедрить именно email-рассылки, начали немножко этим заниматься. Я немножко работала в Юни-Сентере, сенд-эксперте, и мне интересно, что вы расскажете, то есть как это в дальнейшем применить. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я студент второго курса КПИ, и когда увидел сразу ваше сообщество, мне хотелось сразу сюда прийти, только никак не мог найти время. Вот нашел, и мне очень интересно будет вас послушать. Добрый вечер, меня зовут Христина, я учусь на втором курсе, я учусь для себя SEO, SMM, и мне просто цікаво послушать. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я по специальности маркетолог. Вообще я сталкиваюсь с интернет-маркетингом, SEO, по продвижению, но меня больше интересует email-маркетинг. То есть я хотела бы понять, что, с чем, как его нужно организовать полностью, хотелось бы услышать. Да, спасибо. Добрый день, меня зовут Виталий, работаю в государственной структуре, пришел узнать побольше интересного о маркетинге. Ну, давайте начнем. Я сегодня буду много говорить и о профессии email-маркетолога. Поэтому сначала мне бы хотелось все-таки начать, почему существует такая профессия, и почему она на самом деле важна для некоторых компаний. Итак, если мы с вами введем специалист по email-маркетингу на одном из самых популярных порталов по работе в Украине, мы увидим вот такие вещи. Мы увидим, что email-маркетологов ищут интернет-магазины, довольно-таки известные. Мы увидим, что email-маркетологов ищут каналы. И, как вы видите, готовы платить интернет-маркетологам довольно-таки неплохие деньги по сравнению с другими маркетинговыми профессиями. Мы видим, что email-маркетологов ищут компании, которые работают в области инфобизнеса. И опять интернет-магазины. Давайте же поговорим, что, ну, на самом деле, зачем эти специалисты компаниям, и что они хотят получить от этих людей. Скажите, пожалуйста, вот, я думаю, что у каждого из вас приблизительно ваша почта, да, выглядит так. В нее ежедневно попадают вот там у кого-то десятки, возможно, у кого-то даже сотни писем. Да. Мы сейчас к этому придем, Виталий. Да. Вот сейчас я хочу вас спросить, кто из вас знает, в чем разница между email-маркетингом и спамом? Какие есть варианты? Еще какие? Вот, вот, да, спасибо большое. Важная вещь и основная разница между email-маркетингом и спамом, та, о которой вы сказали, это именно разрешение. В случае спама пользователь не давал разрешение на получение рассылки от данной компании, от вас, скажем так, да, в случае email-маркетинга, вы каким-либо образом, каким мы сейчас поговорим, получили от него разрешение на письма. То есть, как я и сказала, разрешение. Очень часто, ну вот, клиенты говорят, Алена, ну почему я не могу написать этим людям? Ну, я уверен, это мои потенциальные клиенты. Вот недавно ко мне обратился клиент и говорит, Алена, ну вот я должен отправить рассылку, это потенциальные клиенты. Я говорю, хорошо, а что вы продаете? Знаете, что он продает? Ложки. Коллеги, кто из вас не пользуется ложкой? Получается, мы с вами все потенциальные клиенты этого мужчины. Ну, скажите, кто бы из вас хотел получать вот от него письма в свой почтовый ящик? Поэтому, конечно, вы можете делать спам-рассылки, и мы затронем эту тему кратко, но все-таки я бы рекомендовала вам подумать, хотели бы вы получать в свой почтовый ящик те письма, которые вы собираетесь направить своим потенциальным клиентам. Итак, где взять базу? Очевидно, что для того, чтобы делать рассылку, у вас должна быть какая-то база людей, по которым мы будем эти рассылки делать. Базу, конечно, можно купить. Я уверена, по крайней мере, те, кто из вас работают в маркетинге, точно получают вот такие письма счастья, в которых предлагается купить какую-то определенную базу потенциальных клиентов. Кто получал, скажите? Никто не получал? Я получаю каждый день. Да. Ну, такие письма приходят часто. И скажу вам честно, очень многие маркетологи пользуются, ну, действительно пользуются такой услугой. Я вам расскажу, к чему это может привести потом. Но если мы говорим о email-маркетинге, да, помните вот это важное понятие о том, что должно быть разрешение. Где же его взять? Первое – это форма подписки на сайте. Форма подписки на сайте может быть вот такая, как вы видите на экране. Это так называемый поп-ап. Когда человек приходит на сайт, перед ним появляется вот такое окошко. Такая форма очень многих раздражает. Конечно, не все сайты готовы поставить вот такое окошко на своем сайте. Очень многие ставят просто форму подписки где-то там в правой части сайта, в нижней части сайта и так далее. Либо также разрешением считается, если клиент при оформлении заказа или какой-то заявки у вас на сайте, оставляет, вот видите, свой email. Фактически после этого вы также имеете разрешение, то есть можете делать рассылки по этому пользователю. Хочу показать вам, зачем компании занимаются email-маркетингом и собирают эти базы от лесов. Посмотрите, пожалуйста, этот стриншот из, так называемой системы Google Analytics. Коллеги, кто использовал эту систему, скажите, кто знаком с ней, знакомы вот. Для тех, кто не знаком, я кратко расскажу. Посмотрите, пожалуйста, здесь источник или канал. Расскажу сначала, что код этого счетчика Google Analytics, это продукт компании Google, соответственно, компания устанавливает на свой сайт. То есть ставим на сайт вот этот счетчик, счетчик абсолютно бесплатно предоставляется Google. И, соответственно, можем видеть всю статистику по трафику, который приходит на сайт. Давайте посмотрим, как же маркируется трафик. Google CPC – это трафик из контекстной рекламы. То есть если компания ведет какую-то деятельность, размещает контекстную рекламу, вот этот трафик маркируется как Google CPC. В данном случае это у нас трафик из писем, потому что письма отставлялись компании Unisender. Видите, you, 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 you. Далее у нас есть трафик из Яндекс.Директ. Опять же, CPC говорит нам о том, что это контекст. Директ говорит нам о том, что это директ. Дальше у нас идет Google Organic. Google Organic – это органический трафик, который предоставляет… Ну, не предоставляется, да, это переходы людей, которые идут из органики Google. Ну, давайте посмотрим дальше. У нас есть столбик сеансы. Сеансы – это количество посетителей, которые пришли из определенного канала. Дальше у нас есть новые сеансы, новые пользователи. Не будем на этом останавливаться. У нас есть вот такая интересная для нас статистика – это транзакции. Транзакции – это количество заказов, которые этот сайт получает за отчетный период, получает из каждого из этих каналов. То есть мы видим, что контекстная реклама Google дала этому сайту 173 заказа за отчетный период. Есть еще вот такая интересная статистика – это доход. Доход – это сумма, на которую сайт продал товара, вот в этих заказах, на которую сайт продал товара из этого же канала. То есть здесь мы видим, что… Если вас интересует, что это за валюта такая, это казахский ТНГ. В данном случае это казахский интернет-магазин. Мы видим, что за отчетный период из рассылки магазин получил 266 заказов на вот такую сумму, которая равняется 31% всего дохода за отчетный период. Здравствуйте. Очень часто у магазинов, вот, скажем так, вот этот процент дохода из email-рассылки достигает 50%, у некоторых даже 70%. У таких шоппинг-клубов, закрытых, как Моднокаста, Лебутик, у них фактически весь бизнес построен на том, что вы регистрируетесь в этом шоппинг-клубе, а потом они ежедневно начинают вам присылать письма, надеясь, что вы что-то из них купите. Фактически у них большинство дохода, большинство заказов они получают именно из email-рассылки. Есть ли вопросы по этому стиншоту или можем идти далее? То есть понятно, да, почему компаниям интересен email-маркетинг? Также в том же Google Analytics мы можем посмотреть, сколько нам приносит каждое письмо. Посмотрите, пожалуйста, вот этот столбик, это конкретные письма. То есть клиент, отправляя письмо, просто маркирует его так, как ему удобно. Например, вот видите, там New Year про GIF 2014. Клиент понимает, что вот это определенное письмо принесло ему 56 продаж на вот такую сумму. Есть еще интересные цифры, это коэффициент транзакций. Коэффициент транзакций – это количество заказов, которые мы получили, разделенное на количество посещений. Ну, то есть вот этот коэффициент говорит нам о том, насколько, скажем так, каждое письмо было эффективным. Есть ли вопросы по этому стиншоту? Вот у нас присоединились коллеги. Коллеги, мы сначала знакомились. Давайте вы вот кратко представитесь, и мы тогда пойдем далее. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, где работаете или учитесь, и что вы хотели получить от этой встречи? Хорошо, спасибо, Дарья. Александр, а чем компания занимается? Понятно. Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо, коллеги. Ну что ж, пойдем далее. Итак, что делает email-маркетолог компании? Исходя из того, что мы видели, компании все-таки нужен email-маркетинг. Теперь давайте поговорим о том, за что отвечает email-маркетолог. Во-первых, email-маркетолог отвечает за то, чтобы форма подписки, которая находится на сайте и которая и собирает эти email-аднеса, она была эффективна. Какая форма эффективна? Как вы думаете, у кого есть какие мысли? Ну вот, как вы думаете, какая форма собирает больше всего аднесов? Вот за что вы готовы оставить свой email-аднес? За акцию? Еще какие? Куда приглашение, Виталий? Угу. Угу. Понятно, хорошо, спасибо, Виталий. На самом деле, Виталий абсолютно прав, то есть конверсия среднестатистического интернет-магазина в Украине составляет 1-2%. То есть получается 98-99% людей, которые приходят на сайт, они не покупают. И с помощью формы подписки на сайте можно задержать еще 1-2%, получить их email и далее уже как-то их подталкивать к покупке, общаться с ними. Поэтому форма подписки на сайте действительно очень важна. Вот, коллеги, что касается формы подписки, предлагающей акции и скидки. Смотрите, люди действительно охотно оставляют свои email-ы за акции и скидки. Но есть такое понятие, как трешевые email-ы. Поднимите, пожалуйста, руку. У кого из вас есть email, который вы никогда не читаете, а специально завели для того, чтобы вот туда приходили какие-то там акции интернет-магазинов, которые вы всегда регистрируете, просто для того, чтобы что-то получить и никогда больше его не читать. Ну, на самом деле, по последним опросам, у 44% пользователей в Украине есть такие email. Соответственно, люди, если вы им предлагаете подписаться в обмен на скидку или бонус, оставляют вам именно вот такие email-ы. Понимаете, в чем проблема такого email-а? В том, что email-маркетинга у вас уже с ним не получится. Вы будете писать человеку на этот email, но он не будет читать ваши письма. Поэтому, с точки зрения email-маркетинга, самая эффективная форма, которая предлагает полезную рассылку. То есть, вы предлагаете человеку подписаться не на скидки и бонусы. Например, вы можете предложить человеку подписаться на рассылку на тему «О чем молчат производители», а далее название товара. Ну, например, «О чем молчат производители холодильника?» или «Семь секретов о контекстной рекламе», если вы предлагаете контекстную рекламу. Или «Как выбрать телевизор». Вот в такой форме подписки, если человек оставит вам данные, вот тогда он будет ваши письма открывать. Понимаете? Но если он оставит вам просто за скидку, он заберет вашу скидку, там купит или не купит, но дальше он читать ваши письма не будет. И это приведет к той ситуации, с которой я часто сталкиваюсь у клиентов. Например, письма модной касты открывают 5% пользователей. То есть, ой, простите, 2% пользователей. То есть из всей их вот этой огромной базы письма читают всего лишь 2%. Хотя средняя открываемость писем – это 10%. То есть вот если вы отправили 100 писем, вы можете ожидать, что в среднем их откроют 10 человек. У модной касты открывает 2%, потому что ежедневно они отправляют вот такие предложения – купи, купи, купи набор скидок. Мы, люди, да, а мы не должны забывать, что мы пишем таким же людям, как мы сами. Ну, там не сидят какие-то роботы какие-то. Да, это такие же люди, как мы сами. Мы устали от таких, это так называемые промо-письма. Ну, вот такие письма, которые состоят из вот таких красивых картинок. Я покажу вам сегодня кейс, как работают промо-письма и как их можно улучшить для того, чтобы они работали в разы лучше. И какие письма действительно мотивируют людей покупать. К сожалению, такие промо-письма, состоящие из картинок, уже давно никого не мотивируют. Да, простите. Итак, по форм, значит, email-маркетолог отвечает за эффективность формы подписки. Если мы говорим о эффективности формы подписки, то эффективная форма подписки считается, если форма подписки дает 1-2% от посетителей сайта. То есть, если на сайт зашли 100 человек, из них 1-2 оставили вам данные, то форма подписки достаточно эффективна. Если ваша форма подписки – это скидки и акции, то, поверьте, у вас там будет регистрироваться где-то 1 человек из 1000 в лучшем случае. Стратегия рассылок. Что такое стратегия рассылок? Смотрите, как я и говорила, отправлять людям только акции нельзя. Если мы говорим человеку каждый раз «купи, купи, купи», человек просто перестает открывать наши письма. И все. Мы теряем его. То есть, у нас в базе может быть 100 человек, но на самом деле они не читают наши письма уже 6 месяцев. Ну и эффективность нашей базы фактически равна нулю. Поэтому у вас обязательно должна быть стратегия рассылок, в которой кроме вот этих промо-писем «купи, купи, купи» должны быть письма, которые генерируют какое-то общение с человеком. Человек должен понимать, что ему пишет не абстрактная компания, которая хочет его просто продать ему что-то, назовем это таким красивым словом «впарить», а он все-таки должен понимать, что вы думаете о нем. Как это сделать, я опять же вам сегодня покажу. Ну и, конечно, email-маркетолог пишет и отправляет письма, создает письма и отвечает за доходы с рассылки. То есть, да, мы видели вот эти скриншоты. Естественно, email-маркетолог должен отвечать перед младенцем бизнеса за то, сколько денег приносит рассылка. Итак, как делаются рассылки? Рассылки производятся через сервис рассылок. Конечно, вы можете делать их из Gmail или из Outlook, но поверьте, стоимость сервиса рассылок настолько мала, ну, грубо говоря, рассылка на 500 человек за месяц стоит порядка 10 долларов. Ну, то есть, для бизнеса это действительно очень маленькие деньги, email-маркетинг – довольно незатратный канал. Итак, вы сейчас видите перед собой скриншот, скажем так, сервиса рассылок. Это Unisender, но приблизительно у любого сервиса рассылок основные функции, они все одинаковые. Итак, что мы делаем? Для начала мы заливаем базу. Видите, просто заливаем список своих клиентов. Тех клиентов, которые наработали за вот все время существования компании. После того, как залили список клиентов, мы начинаем создавать письмо. При создании письма у нас есть такие элементы. Вы видите, нужно вводить email. Как вы думаете, с какого email нужно отправлять просылки? У кого какие варианты? Окей, с рабочего какого именно? Еще какие есть варианты? Смотрите, коллеги, мы тестировали, тестировали не раз. А можно мне вот придвинуть флипчарты? Вы сказали мне не уходить отсюда. Придвиньте мне, пожалуйста, я тогда нарисую, так будет легче понять. Итак, у нас был клиент. Мы поделили базу клиента на три абсолютно равные части. Давайте я вам скажу. Итак, первая часть базы. Да, вот у нас есть там база 100%. Мы ее поделили на три равные части. В первой части базы мы отправили письмо от аккаунта директора магазина на Gmail. Ну, выглядел он там славик1собачка.gmail.com. Второй части базы мы отправили с адреса info. Но с сайта. Да, тут дальше там домин интернет-магазина. Третьей части мы отправили с личного адреса директора. Ну, как у нас обычно выглядят личные адреса. Это либо имя, написанное латиницей, да, либо это первые буквы там фамилии или имени. То есть так у нас выглядят корпоративные адреса. И попросили людей ответить нам. Ну, то есть в письме задавались вопросы, и мы попросили людей ответить нам на эти вопросы. И вот такое количество ответов мы получили. Когда мы отправляли письмо с первого имейла, еще раз повторю, письма были абсолютно одинаковые. Все было одинаковое, кроме имейла. В первом случае мы получили 4 ответа. Во втором случае мы получили 1 ответ. В третьем случае мы получили 19 ответов. Поэтому, коллеги, не раз мы уже это тестировали, делать рассылки с адресов на бесплатном хостинге, таких как Яндекс, Gmail, Mail.ru, нельзя. Во-первых, это увеличивает попадание вашего письма в спам, потому что спам-фильтры, а спам-фильтры – это такие роботы, которые стоят на страже почтовых ящиков, чтобы не пропускать туда спам. Ну, спам-фильтры – они умные, и они начинают думать. А почему это вы делаете со своего Gmail-овского ящика рассылку на тысячу адресов? А где это вы их взяли, если у вас даже компании нет? Ну, то, что у вас нет компании, подразумевает то, что у вас нет адреса на корпоративном доме. Адрес в виде инфо, сейлс, маркетинг и так далее, они не работают. Не работают, потому что люди не хотят общаться с абстрактной компанией. Люди покупают у людей. И когда человеку пишет другой человек из какой-то компании, люди открывают эти письма, и они начинают покупать, и они начинают с вами взаимодействовать. Поэтому создайте, если, например, никто в вашей компании не хочет, чтобы его email использовался для рассылок, просто создайте email. Мы называем эти email человеческими. Просто создайте такой человеческий email и делайте рассылки с него. Да, конечно. Конечно. Угу. Спасибо большое за вопрос. Опять же, мы тестировали. Ребята, мы все тестировали, поверьте. Точно так же делим базу клиента. Три разные части. Поле от кого. Видите, вот здесь оно указывается. Обычно у нас в поле от кого приходят письма от компании. Итак, мы тестировали. По одной части базы пишем Вячеслав, человек. По второй части базы пишем название магазина ТОПС, как обычно нам приходят. По третьей части базы пишем Вячеслав, запятая ТОПС. Вот это поле от кого влияет на открываемость. Исключительно на открываемость письма, потому что если мы вернемся вот к этому слайду, да, вот как выглядит почта. Видите, вот здесь вот поле от кого, и оно влияет на открываемость. Итак, возвращаясь к этому тесту, который я вам рассказываю, мы получили такое количество открытий письма. Всего было в каждом случае разослано по 744 письма. Ну, тут 744, тут 744, здесь 744. Там, где в поле от кого было указано Вячеслав, мы получили 118 открытий письма. Где в поле от кого было указано ТОПС, мы получили 126 открытий письма. И где в поле от кого было указано Вячеслав ТОПС, мы получили 189 открытий письма. Коллеги, вот такой маленький нюанс, плюс 50% открытий в сравнении. Потому что люди, ну, во-первых, вы выделяетесь, потому что все пишут от имени компании. Уже визуально вы у получателя выделяетесь. Ну и, действительно, людям надоело получать письма от компании. Понимаете? Да. Конечно. Вы можете потестировать. Смотрите, да. Какой? Вот этот? Как это от себя? Мы писали в любом случае. Это была акция. Да. Нет, нет, нет. Смотрите, и в рассылке, и в рассылке на 50 тысяч, и на 100 тысяч пользователей вы можете писать от конкретного человека. Поймите, вы можете писать и от компании. Я просто говорю вам о том, ну, мой опыт подсказывает, я не раз это тестировала, что письма от людей работают значительно лучше. И сейчас я вам показываю о том, что Вечеслав не работает, потому что этот прием часто используют спамеры. Нам приходят письма от какого-то там имя или имя фамилии. Письма от компании отправляют все. И если вы попробуете отправлять от имя, запятая, название компании, человек понимает. Мне пишет конкретный человек из такой-то компании. Прочитаю, что он мне пишет. Это похоже на прием, когда нам партнеры пишут, да, присылают какие-то там предложения. Смотрите, Виталий, я вам сейчас рассказываю то, что показывает мой опыт. Мы можем с вами обсуждать, что думает каждый из нас, но вряд ли это будет, скажем так, как-то конструктивно. Поэтому я бы рекомендовала вам просто попробовать в вашем бизнесе, будет это работать или не будет. Но в бизнесе тех клиентов, с которыми мы это делали, это работало. Возможно, в вашем не будет. А здесь у нас не незнакомое лицо. Посмотрите, тут обязательно важно, мы же говорим о e-mail маркетинге. Это письмо отдавлялось по людям, которые покупали в магазине этого клиента. Соответственно, они понимают, что это за магазин, а не какая-то незнакомая компания. Понимаете? Если это спам-рассылка, то, конечно, этот прием вообще бесполезен. Потому что люди просто не поймут, что это за компания, почему она им пишет. Итак, возвращаясь, тема письма. Прописываете здесь тему. И указываете, по какому списку вы хотите делать рассылку. У вас может быть несколько списков. Например, список «Те, кто подписались на сайте» и список «Клиенты». Ну, то есть по-разному может быть. Например, вы хотите сделать какое-то предложение именно тем, кто подписался на сайте, но еще не клиент. Или вы хотите только для клиентов. Соответственно, выбираете определенный список. Само письмо. Вот у вас есть интерфейс, где вы можете отредактировать само письмо. То есть добавить какие-то картинки, какой-то текст. Обращаю ваше внимание, что в email-маркетинге есть стандарт ширины письма. Как есть стандарт ширины сайтов, как есть стандарт ширины экрана мобильных телефонов, в email-маркетинге по стандартам письмо должно быть шириной 600 пикселей. Длина, она не ограничена, скажем так, вашим воображением. Но самая оптимальная длина письма – это один экран. Один экран – это то, что поместилось на экране вашего пользователя, когда он открыл ваше письмо. Такое письмо максимально эффективно. Если вы какую-то информацию спрятали во втором, третьем и так далее экране, вероятность того, что ее прочтут, она очень сильно уменьшается. К сожалению, люди очень заняты. Вы должны понимать, что человек не сидит возле ноутбука и не ждет ваше письмо. Ваша задача в тот момент, когда он просматривает ваше письмо, а у него есть буквально две секундочки принять решение, интересно ему или нет, зацепить его внимание и мотивировать его что-либо сделать. Для чего вы это письмо соответственно и написали. И последняя часть – просто нажимаем кнопочку «Отправить». Соответственно, отправляем письмо по всему вот этому списку, по которому вы хотели его отправить. Поэтому email-маркетинг очень легко масштабировать. То есть вам не нужно отправлять письмо каждому, вы заливаете список всех своих клиентов и просто вот так буквально в несколько шагов делаете рассылку по всем клиентам. В сервисах рассылок есть готовые шаблоны писем для того, чтобы упростить вам жизнь. Вы можете просто выбрать, например, новогодний шаблон, в котором уже будут какие-то новогодние картинки. Вы просто, ну вот как пример, давайте рассмотрим шаблон. Вот это такой стандартный готовый шаблон. Вы здесь ставите свой логотип. Логотип – это обязательный элемент письма. Мы должны не забывать, что письмо – это элемент брендинга. Это как визитка, это как флэера ваши. Обязательно ставьте логотип. Контакты, если хотите, какие-то там Skype, email, телефон. И далее вот у вас есть тут картинка какая-то, вы можете ее заменить на картинку своей акции. И есть кнопка, которая ведет на сайт. Вы в эту кнопку просто вставляете ссылку на свой сайт. Есть ли вопросы по шаблонам или можем идти дальше? Окей. Сказали, да, каким должно быть эффективное письмо. Смотрите, ссылка на сайт. Вот это действительно важный элемент. Когда я анализировала статистику клиентов Unisender, оказалось, что 60% клиентов просто не ставят ссылку на сайт. Это большая ошибка. Письмо – это не флайер. Не расценивайте письмо как флайер. В письме обязательно должна быть ссылка, которая ведет на ваш сайт. Очень часто клиенты просто прописывают свой логотип. Например, вот здесь есть логотип. Ну, давайте представим. Человек получил ваше письмо. И даже ваша акция его очень даже сильно заинтересовала. Что ему нужно сделать, если в вашем письме ничего не кликается, есть просто ваш логотип. Как вы думаете? Вот. Как вы думаете, много ли людей будут это делать? Ну, возможно, да. 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 Поэтому не усложняйте жизнь своим клиентам. Он должен находиться буквально в одном клике от вашего сайта. Во-первых, ссылка должна быть в логотипе. По нажатию на логотип обязательно клиент должен переходить на ваш сайт. На главную страницу сайта. Акцентирую внимание. Это, опять же, есть так называемые стереотипы email-маркетинга. Вот как в юзабилити сайта есть понятие, что логотип должен находиться слева вверху, и при нажатии на логотип человек попадает на главную, и точно так же и в письмах. Если вы предлагаете ему здесь какую-то акцию, да, представляем, что у нас не улыбающиеся люди, а там, например, у вас елочка написана, ну, нарисованная написана минус 15% скидки на все товары, а на кнопке у вас написана акция, да, то по нажатию на эту кнопочку человек переходит не на главную страницу, а обязательно туда, где у вас именно у акции написано. Не создавайте ему лишние клики. Никто не будет на вашем сайте что-либо искать. То есть максимально близкая информация должна быть к нему. Не называйте кнопку «Купить». Кнопки «Купить» в письмах работают плохо. Как вы думаете, почему? Смотрите, вы абсолютно правы. Да, да, Виталий. Это не важно. Виталий, вот честно вам скажу, это никоим образом не… Ну, скажу вам, что мы проводили тестирование, мы сравнивали, насколько эффективнее работает кнопка и ссылка. Ссылка работает лучше. Ну, вот в моем опыте. Честно вам скажу, тут очень важно, что у вас написано вот здесь. Мы тестировали, цвет никак не влиял. Очень сильно влияет надпись. У вас здесь должно быть написано то, что произойдет с человеком после того, как он нажмет. Если у вас там акция, у вас кнопка должна называться «Подробнее о акции» или «Почитать подробнее», или «Узнать условия акции». Тогда человек нажимает, попадает. Или если вы, например, регистрацию на вебинар или мероприятие называете, то кнопка должна называться «Зарегистрироваться». Человек нажимает, попадает на вашу страницу регистрации. Как часто делать досылки, часто меня спрашивают. Смотрите, если мы продаем человеку, это так называемая B2C, то есть мы продаем конечному человеку, не компании, то частота рассылок должна быть примерно раз в неделю. Эта частота позволяет вам напоминать о себе постоянно, и человек о вас не забывает. Если мы продаем компанию, то есть это B2B, частота рассылок один-два раза в две недели. Ну, то есть здесь немножко реже можно писать, но также нужно напоминать о себе не реже, чем раз в две недели. Если вы месяц не писали своим клиентам, в email-маркетинге есть такое понятие, как «Ваша база умерла». Ваша база умерла означает то, что ваши клиенты о вас забыли. Часто мне говорят, ну почему, ну как они обо мне забыли, они у меня покупали. Ну вот они же купили у меня там неделю назад. Вы знаете, мы часто с клиентами отправляем так называемые письма сбора отзывов. Письма сбора отзывов отправляются через 7 дней после заказа. Для того, чтобы спросить, понравилось ли вам у нас покупать. Так вот нам часто люди пишут, «А я не помню, а что я у вас покупала?» Ну ладно, раз покупала, значит, все было хорошо. Смотрите, почему так происходит. К сожалению, мы, люди 21 века, очень сильно загружены информацией. Люди просто забывают. Ну, нам не важно, в каком интернет-магазине мы приобрели ту или иную вещь. Конечно, если все прошло гладко. Если телевизор сломался на второй день после покупки, вы запомните название этого магазина навсегда. Но если курьер приехал вовремя, там, ну, товар был хорошо упакован, это нормально. И мы просто забываем. Процент повторных заказов в интернет-магазинах Украины в среднем, да, составляет 10-15%. Если это не нишевый магазин, который продает очень нишевые вещи. Смотрите, 10-15%. То есть 85-95% людей не возвращаются купить. Не потому, что все было плохо. Ну, поверьте, интернет-магазин не может так плохо работать, чтобы 80% клиентов было недовольно. Нет, просто на самом деле интернет-магазины не отличаются друг от друга, к сожалению, очень часто. И поэтому люди просто уходят в другие магазины. Итак, для того, чтобы они к вам возвращались, им нужно о вас напоминать. Мелькать, так сказать, в их почте. Какое время делать досылки, часто меня спрашивают. Смотрите. Ну, вот тут мы анализировали статистику отправляемых писем в Unisender. Тут у меня не поместился почему-то понедельник, но вот в понедельник, как во вторник, приблизительно, там, чуть меньше. Обращаю ваше внимание, это количество отправленных писем по системе всего. Больше всего писем отправляется в четверг. Ну, мне на самом деле кажется, что это потому, что вот в 2012 году вышла вот первая книга, такой учебник по email-маркетингу, которая появилась в Украине. Это книга email-маркетинг Дмитрия Кота. На самом деле, если не читали, рекомендую почитать, но это такая базовая вещь. И вот в своей книге Дмитрий Кот написал о том, что рассылки нужно делать по четвергам. Поэтому все начали с 2012 года делать рассылки по четвергам. Я не рекомендую вам делать рассылки по четвергам, потому что вы должны понимать, что в почте вашего покупателя в четверг будет очень много писем. Фактически в два раза больше, чем в другие дни. Конечно же, я не могу, мы видим с вами, что в субботу и воскресенье отправляется очень мало писем. Но я и не могу вам сказать, отправляйте письма в субботу и воскресенье. Может, у вас компания просто не работает в этот день. Смысл вам вообще письма отставлять. Но письма наших клиентов, которые отравляются в субботу и воскресенье, получают намного больше кликов и открытий, потому что в почте клиентов просто нету. Ну, нет вот этой конкуренции, понимаете? Мало писем. Но, конечно же, все зависит от того, кто ваш клиент. Если мы продаем компаниям, конечно же, нужно делать досылки в рабочие дни. Понятно, бессмысленно, ну, партнерам делать досылки по выходным. Если у вас интернет-магазин, то можно попробовать. Особенно если интернет-магазин работает по выходным, то есть смысл попробовать и посмотреть, как это будет работать, отправлять именно в субботу и воскресенье. Я говорю, у меня не поместился, как там он график тогда. Кейс. Хочу вам показать конкретную кейс, который мы проводили с одним из наших клиентов, который действительно, возможно, поможет те вещи, о которых я рассказывала, сделает их более понятными. Итак, в мае в Киеве проводилась такая конференция под названием «EmailConf». Это первая конференция такая именно посвященная email-маркетингу. Я выступала на этой конференции, потом в кулуарах, пока я пила кофе, ко мне подошел Виталий. Виталий оказался директором интернет-магазина «Одежды». И Виталий рассказал мне о том, что вот у него есть база 17 тысяч клиентов магазина, то есть это действительно клиенты, наработанные за много лет. У него интернет-магазин «Одежды». И раз в неделю он отправляет очередное письмо, в котором у него очередные платья. И мы с Виталием договорились о том, что постараемся улучшить эффективность его рассылки. И сейчас я покажу вам, что мы делали. Итак, мы с Виталием договорились, что одно письмо создает он. У него есть шаблон, ему дизайнер сделал фирменный шаблон магазина, и вот он в этом шаблоне отдавляет сам письмо. Второе письмо мы делали в улучшенном акционном шаблоне, уже мы, в эффективном шаблоне, который мы считали эффективным для акций. И третье письмо – это человеческое письмо. Условия акций были одинаковые. Сейчас я вам покажу эти письма. Итак, это письмо Виталия. Давайте посмотрим на него. Вы видите, у него есть многотип, как я и говорила, обязательный элемент. Есть вот у нас телефончик, есть категории товара. Рекомендую вам, кстати, выносить категории товара вот сюда, в верхнюю часть. Вы увидите, почему люди туда действительно кликают, переходят на сайт. Вот есть... Да, конечно, обязательно. Обязательно должны быть ссылки. И смотрите, если у нас здесь для мужчин написано, то, естественно, по клику человек переходит на категорию для мужчин. У нас есть основной элемент – это баннер, в котором описаны условия акции. Условия акции у нас в том, что 2 дня минус 20% на определенный бренд одежды. Далее у нас идут картинки, изображения товаров. Посмотрите, здесь у него также есть название брендов и кнопочки соцсетей. Письмо отправлялось, вы видите, от какого адреса, вот в поле «от кого» было указано интернет-магазин «Вела». Ну, так как Виталий обычно отправляют, вот он такое письмо и отправил. Тему вы также видите. Ну, это Виталий сам написал, но он как клиент, скажем так. Тема на самом деле нормальная. Ну, смотрите, тут есть такой нюанс. Мы можем поговорить с вами о темах. Коллеги, дело в том, что вы можете написать очень интересную тему. Человек откроет ваше письмо и увидит там вот такое письмо, он все равно не купит. То есть толку от такого письма не будет. Тема должна передавать суть того, что будет в письме. Тогда есть действительно вероятность покупки. Если же вы обманете его какой-то вот завлекающей темой, но она не будет соответствовать тому, что есть в письме, человек пожалуется на вас спам или отпишется. А это намного хуже, чем он просто не откроет ваше письмо. Улучшенный шаблон. Давайте посмотрим, чем же он все-таки лучше. Во-первых, смотрите, здесь у нас нет в предыдущем шаблоне, у нас нет кнопок, да? Обратите внимание, нет ни кнопок, ни ссылок. Во втором шаблоне, видите, у нас есть кнопки и ссылки. Есть цены, да? Вот у нас здесь есть цены и перечеркнутая цена. Обращаю ваше внимание, вот этот прием «перечеркнутая цена» увеличивает количество кликов, которые вы получаете на сайте. Поэтому используйте это. Кнопки «Купить». Это мы потом уже поняли, что они малоэффективны. Да. И вот есть большая ссылка «Посмотреть еще 147 товаров в акции». Обращаю ваше внимание на инструкцию. Как получить скидку и пошаговая инструкция. Это также прием, который увеличивает эффективность ваших писем. Мы с вами можем считать, что на нашем сайте все очевидно. Ну, что вот как, можно там не разобраться, как купить по акции. Но, к сожалению, не всегда нашим клиентам так очевидно, как пользоваться нашим сайтом. Поэтому пишите так называемую инструкцию для блондинок. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. В которой действительно должна быть пошаговая инструкция. Перейдите к нам на сайт, введите код там в комментарии или введите код в корзине и так далее. Тогда это упрощает жизнь вашего клиента и дает вам больше продаж. Обращаю внимание, что вот тема у нас уже немножко другая. Эта тема уже была написана копирайтером. И мы уже написали, мы создали с Виталием человеческий email, как я вам и рассказывала. И написали уже Виталий Лила. Смотрим дальше. Вот человеческий шаблон. Человеческий шаблон, который... Вот у нас есть многотип. И у нас есть письмо от директора с фотографией. Немножко расскажу о элементах, которые увеличивают эффективность человеческого письма. Ну, во-первых, фотография. Фотография всегда, не только в письмах. На лендинг-пейджах, на визитках, на брошюрах фотография всегда увеличивает эффективность. Люди, когда видят лицо другого человека, они всегда больше доверяют этому элементу вашей рекламы или вашего брендинга. Какая должна быть фотография? Фотография обязательно должна быть живого человека. Не та, которую вы скачали где-то в фотобазе. Понимаете, фотография действительно должна говорить о том, что это реальный человек. Если не хотите ставить фотографию, ее лучше не ставить, чем поставить фотографию вот какого-то улыбающегося американца, как часто бывает, к сожалению, на наших билбордах, такие фотографии не вызывают доверия у людей. То есть, либо ставим фото реального человека, либо вообще не ставим фотографию. Есть подпись, кто это, да? И теперь по тексту. Смотрите. Во-первых, тема. Вот такие темы в виде «Мне нужна ваша помощь» или «Вы мне не ответили» или «Вчера я вам писал, но не получил ответа». Ну вот, они работают достаточно хорошо. Как вы думаете, почему? Да, они действительно воспринимаются людьми как письма от людей, с которыми они уже общались. Да, ну не от компании, а вот какой-то человек мне конкретный пишет. И дальше по тексту. Смотрите, обращаю ваше внимание. Да. Смотрите, слова «Подарок», «Бесплатно» и так далее не увеличивают вероятность попадания письма в спам. На самом деле уже давно почти никакие слова, кроме слов «Виагра», «Форекс», «Спам» и еще вот все, что связано с потенцией. Ну вот очень часто вот используются в спам-рассылках. Вот эти слова приводят к попаданию в спам. Слова «Подарок» и «Бесплатно» давно уже не приводят к попаданию в спам. Почему? Потому что спам-фильмы, они уже настолько умные, как и «Гугл». Вот «Гугл», да, слушали, возможно, те, кто… А, вы его ставите в спам. Я поняла. Я поняла. Смотрите, но мы с вами посмотрим статистику. Ну вот у людей чуть-чуть не так. Да, опять же, вы видите, от кого отставлялось письмо. Если мы говорим о тексте, обращаю ваше внимание, если вы пишете в письме текст, абзацы ваши не должны быть больше, чем 3-5 строк. Если в абзаце больше, чем 5 строк, человек, ну, для нас, для людей это воспринимается как простыня текста. Человек не хочет это читать. Также в тексте должны быть, извините, выделения. Если человек не хочет читать текст, он просто глазами пробегается по тексту, понимает, в чем суть. Выделяете, конечно, самое важное в тексте. И человек тогда уже принимает решение читать дальше, либо не читать. Если у вас в тексте будет сплошная простыня текста, читать ваше письмо никто не будет. И опять же, смотрите, в акции, я бы вам рекомендовала, в любой вашей акции должна быть история. Что такое история в акции? К сожалению, ежедневно нам со всех сторон компании кричат о том, что у них акции. И если вы говорите о том, что у нас акция 60% скидки, у потребителя это вызывает только одну мысль. Сколько же они сволочи на мне раньше зарабатывали, если они сейчас готовы дать мне 60% скидки? Люди не верят вам. Вы должны объяснить, почему у вас скидка. Либо мы нашли нового поставщика, и он дал нам хорошие цены. Либо у нас там осталось 5 товаров на складе, мы хотим их себе распродать, потому что нам надо доллары купить. Или банк заморозил счета. Или мы даже с клиентами делали вот самые смешные. Мы сходили с поставщиком в баню. Мы с женой хотим в отпуск. То есть, понимаете, вот такие штуки, они работают. Это намного лучше, чем вы просто говорите, у нас акция 60% скидки. Ну, человек не понимает, почему вы это делаете. Здесь мы придумали о том, что мы взяли на работу нового курьера, и его нужно проверить. Для того, чтобы его проверить, нам нужно много заказов. Поэтому я даю вам вот эту скидку 20%, забирайте. По этому письму все понятно? Идем дальше. Мы отправили письма. И смотрим статистику. Скажу пару слов по вот этому интерфейсу статистики. Такую статистику предоставляет любой сервис рассылок. Здесь мы видим всего, сколько писем было отправлено. Потом, сколько писем было доставлено. Обращаю ваше внимание, не 100%. Как вы думаете, почему не 100% писем доставлено? Есть еще понятие такое, что имейлы просто перестают существовать. Например, вы работали в какой-то компании, уж не из компании. Компания просто ваш имейл, скажем так, деактивировала. Иногда бывает еще такая проблема, что ящик получателя переполнен, и он просто не принимает письма. Тоже бывают такие моменты. Далее смотрим процент прочтений. 18,19. Помните, в начале нашей встречи я говорила о том, что вообще средний процент – это 10%. О чем нам говорит 18%? Говорит о том, что аудитория очень хорошо воспринимает письма от этого отправителя. Они считают его письма. Смотрим процент переходов. 10% переходов. Знаете, какой средний процент переходов из писем? 23%. Здесь у нас почти 11%. Это нам о чем говорит? Обращаю ваше внимание, смотрите, здесь есть прочитано 1125 и прочтение 1384. Вот 1125 – это уникальных, а 1384 – это всего. То есть некоторые люди несколько раз открывали письмо. Но очень мало, видите? Ну, тут разница такая, достаточно маленькая. То же самое в количестве переходов. Но здесь у нас разница большая. Это нам говорит о том, что почти все пользователи сделали два перехода на сайт. Видите, да? Давайте поговорим о проценте отписок. Отписки. Если вы делаете рассылку с помощью легального сервиса рассылок, сервис рассылок всегда добавляет в ваше письмо ссылку «Отписаться». Это обязательное условие. Сервис автоматически ее добавляет. То есть человек может отписаться от вашей рассылки. Если человек нажимает вот эту кнопочку «Отписаться», у вас в базе просто становится не 6185 человек, а 6172 человека стало. Ну, уменьшился список. Но это не страшно. Самое страшное – это жалобы на спам. Если человек жалуется на вас на спам, а я думаю, вот у каждого из вас есть почта, и все вы замечали, у вас там есть какая-то вот кнопочка «Пожаловаться на спам». Вот это вот эти нажатия. Если человек жалуется на вас на спам, это приводит к тому, что у спам-фильтеров, опять же, у этих роботов, которые пропускают ваши письма в ящики пользователей или не пропускают, эта информация отправляется спам-фильтерам. Соответственно, когда вы достигаете определенного процента, ваш домен, ваш сайт попадает в так называемый blacklist спам-фильтерам. Он общий для всех почтовых сервисов. Если ваш сайт попал в этот blacklist, это приводит к тому, что ни одно ваше письмо не будет доставлено в ящик пользователя. Очень часто обращаются клиенты с такой проблемой. Они купили базу. Помните, я говорила вам вначале, не покупайте базы. Если вы делаете рассылку по купленной базе, люди начинают жать вот эта жалоба на спам. Это приводит к тому, что все письма, в которых будет содержаться ссылка на ваш сайт, на ваш домен, будут маркироваться как спам. Все. Ну, вариант тут один. Просто менять домен. Ну, конечно же, вы понимаете, это бессмысленно. Не все компании готовы менять сайт для того, чтобы делать рассылки. Итак, пойдем дальше. Смотрим, куда кликали. Это также статистика, которая предоставляется сервисам рассылок. Да, конечно, да. 0,5%. Видите, здесь у нас 0,05%. 0,5% если вы достигли… Да, это уже вот сигнал… Ну, во-первых, сервис рассылок заблокирует там ваш аккаунт. Ну, и это уже очень большая вероятность того, что все очень плохо. Куда кликали, смотрим. Видите, вот есть количество, да, чем больше кружочек, тем больше кликов он получил. Люди ленивы, как я вам и говорила, люди кликают на тот элемент, который вверху и большой. В нашем случае это баннер. Вы видите, достаточно мало кликов по непосредственно самим моделям, и, коллеги, очень мало кликов по кнопкам в соцсетях. Это всегда так. Если хотите, размещайте кнопки в соцсетях у себя в письмах. Но скажу вам честно, это не даст вам бешеный прирост в ваших групп в социальных сетях. Это такой элемент, необязательный. Есть ли вопросы по этому письму или идем дальше? Смотрим статистику улучшенного шаблона. Опять видим, что доставлено не 100%. Здесь у нас уже 25% открытий. Помните, в прошлом было 18%. Здесь у нас уже 11,8% переходов. Там у нас было 10,74%. Но здесь у нас, обращаю ваше внимание, больше жалоб на спам. У кого есть какие варианты? Как вы думаете, почему? Смотрите, люди получали от Виталия определенный период, ну, очень долгий период, вот такое письмо. А тут они взяли и получили вот такое. Люди не узнали. Когда вы меняете шаблон, всегда вот первые письма получают очень много жалоб на спам. Люди просто не узнают ваши письма. Поэтому лучше начинать все-таки, уже начиная вести рассылки, делать их в эффективном шаблоне. Давайте посмотрим, куда кликали. Кликали вот здесь на логотип. Видите, есть переходы. Есть вот на категории, опять же, на баннер очень много кликов. Но обращаю ваше внимание, что очень много кликов получила ссылка посмотреть еще 147 товаров в акции. Больше, чем баннер. Видите? Хотя она ниже. Как вы думаете, почему? Да, но почему ссылочка, вот эта маленькая ссылочка во втором экране даже, это не первый экран, получила больше кликов, чем вот этот огромный баннер? Смотрите, коллеги, в e-mail маркетинге есть такая особенность, что когда вы рассылаете письма с картинками, вы всегда должны помнить о том, что около 40% ваших получателей увидят письмо без картинок. Очень многие почтовики по умолчанию блокируют картинки в письме. Для того, чтобы человек увидел ваши картинки, ему нужно нажать ссылку «Посмотреть письмо с картинками». Поэтому будьте осторожны с картинками. Очень часто значение картинок очень сильно переоценивается. На самом деле мы тестировали и отставляли письмо с картинками, и точно такое же, но без одной картинки. Количество кликов было одинаковое, и с того, и с того письма. Поэтому будьте осторожны с картинками. К сожалению, люди их не видят очень часто. Итак, смотрим человеческий шаблон. 32% открытий. Да, помните, я говорила, что вот такие темы достаточно хорошо работают. 14, почти 15% переходов, и еще больше жалоб на спам. Ну, потому что вы понимаете, уже этот шаблон кардинально отличается от того шаблона, в котором Виталий ранее делал рассылки. Куда кликали? Ну, ссылки было всего две, соответственно, кликали по ним, куда же они могли кликать. И кликали, но не переходили на сайт. Потому что в этот день конкуренты Виталия сделали дидос-атаку на сайт. Оказалось, что рынок одежды в Украине – это такие дикие джунгли. И, ну, знаете, как было обидно? Вот мы смотрим, люди переходят, да, они бы покупали, покупали. А они уходят никуда. И вот статистика. Виталий весь этот день и всю ночь с программистами работал над возобновлением работы сайта. Вот статистика, которая была взята утром. Утром с следующего дня. То есть сайт уже заработал, и мы видим, вот статистика из Google Analytics. Давайте посмотрим, вот 0306 текст – это текстовое письмо, 0306 PRO – это улучшенная версия, и 0306 Basic – это версия, ну, шаблон самого Виталия. Здесь мы видим, есть спасибо за покупку, это конверсия в заказы. Итак, здесь у нас конверсия, вы видите, самая большая у человеческого шаблона, самая низкая у улучшенного шаблона. Но, опять же, коллеги, это не объективная статистика, ну, потому что сайт не работал, это так уже какие-то остатки. Итак, в итоге шаблон клиента получил 4 заказа, улучшенный шаблон – 1 заказ, и человеческий шаблон – получил 6 заказов. Но мы, конечно, на этом не остановились. А, да, Виталий получил отзывы. Виталий получил порядка 40 отзывов. Вот его почта, ну, потому что ответы принимала я. Это ответы на вот то письмо, которое было человеческое. Мне нужна ваша помощь, и очень часто мне говорят, да ладно, люди не верят, люди не отвечают на такие письма, поверьте. Это мы с вами, люди, которые имеют отношение к маркетингу, знаем о таких массовых рассылках. Люди действительно думают, что директор магазина сидит и пишет письма. Иногда люди пишут письма, а когда вы вообще успеваете мне еще письма писать? Ну, вы же директор магазина. Меня клиентка попросила, Алена, уберите меня оттуда, поставьте там маркетолога, потому что люди не верят. Ну, не верят, что я успеваю еще и письма писать. Итак, что писали люди? Ну, соответственно, писали, что сайт не работает, да? Писали, что понравился новый дизайн сайта. Писали очень много на самом деле. Он попросил в том письме, если мы вернемся еще раз к этому письму, напишите мне в ответ на это письмо, пожалуйста, понравился ли вам наш новый дизайн. Это очень важно для меня. Ну, то есть была вот такая человеческая... И в том, чтобы проверить нового курьера. Так, да, видим, лукавить я ненамеренно. Ну, в общем, негативные отзывы были. Вот. По работе компании было очень много писали люди. Опять же, по работе компании было очень много отзывов. И на следующий день мы написали людям письмо с темой «Вам не удалось зайти вчера на сайт?» Но мы написали это письмо только по тем, кто открывал вчера письмо. Ну, то есть в сервисе рассылок можно выбрать те, кто открывал письмо. Ну, то есть мы понимали, что люди разочарованы, возможно, они хотели купить. И нам было перед ними неудобно. И мы написали им всем вот такое письмо от имени Виталия, опять же, в котором было написано, что вчера я писал вам там с просьбой, как только я отправил вам письмо на сайт «Совершили дидос атаку», там мы уже все поремонтировали, но я вам даю не просто 20% скидки, а плюс еще бесплатную доставку. Выбирайте товар здесь. И опять же, инструкция, как получить скидку. Есть ли вопросы по этому письму, или идем дальше? Да, конечно. Конечно, да, это и вылезная фотография. Так, смотрим. Вот статистика этого письма по тем людям, которые вчера получили шаблон клиента. 57% открытий, коллеги. 57% от нызи – это очень много. Почему? Потому что вчера людям действительно не удалось зайти на сайт, и сегодня им приходит письмо, вам вчера не удалось зайти на сайт. Это так называемая релевантность. Релевантность – это тоже, например, если вы пишете людям, которые покупали кофеварки, пишите «у меня есть кофе к вашей кофеварке». Я вот могу рассказать, ну вот я не работала с ребятами, когда работала в Нотусе. Ну вот, когда мы только внедряли email marketing в Нотусе, у нас была отличная серия писем по кофеваркам. Людям, которые неделю назад покупали кофеварку, отправлялось письмо, в котором предлагалось два вида кофе. Кофе элитный, ну подороже, и кофе дешевый. Соответственно, письмо отновлялось от руководителя отдела продаж, которого не было на самом деле, это был придуманный персонаж, и в письме давалась скидка 10% на эти два вида кофе, действовала скидка 3 дня. Конверсия этого письма иногда достигала 60% заказа. Люди звонили и говорили, Петр прислал мне кофе, я хочу заказать кофе. Понимаете, вот именно такая релевантность. То есть там в письме было написано, я вижу, что вы купили у нас кофеварку, я хочу, чтобы вы пили качественный кофе. Для интернет-магазина вот такая релевантность, она очень важна. Предлагать товары, которые подходят к тому товару, который клиент уже купил. Так, опять же, смотрите, здесь 66% прочтений. Ну, то есть вот эта тема своей релевантностью дает действительно очень большой процент прочтений. И вот те, кто вчера получил человеческий шаблон, вот у них такие показатели. Всего, посмотрите, пожалуйста, это заказы из второго вот этого письма. Видите, да, оно уже называется 0406. Опять же, про улучшенная версия, текстовая версия и версия Basic. Самую большую конверсию опять показывают те, кто получил человеческое письмо вчера. И если говорим о заказах, то вот вы видите перед собой количество заказов, которые получил, ну, из каждого сегмента мы получили. Значит, всего... А, вот еще люди писали ответы. Там, Виталий, спасибо большое, там, но у меня сегодня, сейчас расходы немного приостановлены, так как ребенок закончил 11 класс, и мы поступаем. Коллеги, я специально вам показываю эти отзывы не просто для того, чтобы тратить ваше время. Поверьте, люди действительно воспринимают эти письма, как письма от директора магазина. Скажите, кому из вас писал директор магазина? Вот лично. Ну, кто получал такие письма? Поэтому они работают. Потому что письма от компании вы получаете ежедневно, десятками. Но письма от директора магазина, ну, вы получаете очень редко. Ну, на самом деле, у меня есть клиенты, с которыми мы уже внедлили такие серии письм, они автоматические, на самом деле, эти письма, понимаете? И они работают очень хорошо. Так, спасибо за письмо. Видите, люди пишут. Ну, то есть, действительно пишут такие человеческие письма. Заказы. Уже в самих письмах они отправляют заказы. Там, не могу сделать заказ и так далее. После акции заказы – это, опять же, особенности мейл-маркетинга. Вы отправляете какое-то письмо с акции, люди находят ваше письмо через несколько дней, через несколько месяцев. У нас были заказы на Новый год из письма, которое отправлялось на 9 мая. Люди просто находят в почте у себя письмо от вашей компании и совершают заказ. То есть, люди покупают и после акции, вы сейчас видите перед собой количество заказов. Это через несколько дней я брала статистику у клиента. Всего там клиент получил 25 заказов. И о чем нам говорит этот кейс? Говорит о том, что мейл-маркетинг – это в первую очередь общение. Вы можете рассматривать мейл-маркетинг как, скажем так, донесение информации о ваших акциях людям, мейлы, которых вы получили. Но работать это будет изначально очень плохо. Так, как посчитать продажи? Опять же, показывала вам этот скриншот из Яндекс.Метрики. Просто некоторые магазины ставят не Google Analytics, а Яндекс.Метрику. Счетчики эти показывают приблизительно одни и те же данные. Скриншот из Google Analytics. Если у вас есть продажи через звонки, используются вот такие три способа. Первый – это номер телефона. То есть в письмах вы транслируете просто другой номер телефона, можно даже мобильный. И понимаете, если по этому телефону позвонило три человека после письма в течение недели, то это заказы из рассылки. Ну, это так достаточно условно, но так скажем. Конечно же, самый эффективный способ – это так называемый колл-трекинг. Это подмена номера. Когда человек, который переходит на ваш сайт из рассылки, ему на сайте показывается другой номер. Ну, есть определенные системы, такие как iStat, которые присваивают каждому источнику. Ну, вот, например, человек пришел из Google, ему показывается один номер. Человек пришел из контекстной рекламы, ему показывается другой номер. Потом за отсчетный период собирается вся статистика звонков, и видно, из контекстной рекламы там было 20 звонков. Поддатели на контекстную рекламу 2000 гривен. Значит, стоимость звонка – это 100 гривен. Вот, на самом деле, очень важная вещь, скажу вам честно, когда я впервые подключила колл-трекинг,